Еще одно обещание правительства МВФ каждые полгода регулировать цену на газ внутренней добычи, чтобы она не отставала от импортных цен. Вот это, пожалуй, самое интересное обещание. Во-первых, потому что фонд обычно не требует от государств конкретных решений. МВФ важно сбалансировать расходы, а вот как это будет сделано? Уже на совести страны, которая рассчитывает получить эту помощь. Во-вторых, цена на газ на международных рынках может вырасти, а значит нового повышения тарифа в таком случае не избежать. Ну а третье, украинский газ стоит намного дешевле, чем импортный. И добывают его столько, что для потребности населения должно хватать. За последние годы на одной только разнице цен нафтогаз сгенерировал десятки миллиардов гривен. А в чьи карманы могли попасть эти деньги? И почему даже проверку нафтогаза государство провести не может? Все выясняла Елена Митясова. На газовой жиле больше трех сотен месторождений, более двух десятков добывающих компаний. А запасов, только вдумайтесь, доказанных на один триллион кубометров. С такими ресурсами жить да процветать. Но Украина, как сапожник без сапог, газ втридорого покупает за границей. Мы закупаем русский газ, только на него вешают этикетку. Словакия, по-моему, Польша и еще там что-нибудь. И отправляют нам. Еще с наценками, с двумя. Первая наценка – это европейского коммерсанта. Вторая наценка – это той прослойки, которая еще со времен ЕЦИНУКа стоит на границе Украины и снимает свой гешер с этого газа. Могли бы обойтись и своими ресурсами. 19 миллиардов кубов газа Украина добывает ежегодно. Население использует 17, промышленность – 12. Но эти объемы с каждым годом падают. Впрочем, есть во всем этом нюанс. Даже если будем использовать только свой газ, платить за него будем как за импортный. 6 879 гривен за тысячу кубов. Требование МВФ – это в пять раз выше закупочной цены, по которой «Нафтогаз» берет его у «Укргаздобычи». Ключевая цена, по которой «Нафтогаз» закупирует газ у «Укргаздобычи», складала до останнего 1500 гривен. Вы можете себе представить, как этот монстр доводит эту цены через различные накрутки и интересы. «Нафтогаз» со своими тарифами не зрозумела компания, которая не занимается ни выводом, ни транспортом газа, зарубляет величезные гроши. Прибыли «Нафтогаза» действительно впечатляющие. 22 миллиарда гривен только за последние полгода. Зарплата главы НАКО Андрея Коболева – 2 миллиона гривен в месяц. От членов НАПСовета и того больше. 16,7 миллиона гривен – это на 5 членов НАПСовета в прошлом году по финплану нефтегаза должно было быть истрачено. Здесь это абсурд. Три иностранца, госпожа Ковалева, господин Демчишин. Ну, ребята, мы как-то живем в каком-то перевернутом мире. У нас за эти деньги можно было содержать там, не знаю, какой-то район Полтавской области. Откуда такие доходы, давайте подсчитаем. В тариф 6879 гривен заложена наценка «Нафтогаза». Только на ней «Монополия» получает не меньше 57 гривен с каждой тысячи кубометров. Если население расходует за год 17 миллиардов кубов газа, выручка компании лишь от такой наценки – почти миллиард гривен. Также в тариф заложены налоги – почти половина сумма налог на прибыль и НДС. Около 3,5 тысяч забирает газдобыча и еще 700 гривен расходы на транспортировку. Село вольное, но невольное. Местные жители здесь, как миллионы украинцев, стали заложниками тарифной политики. Газовый вентиль в своем доме Олег Кравчук перекрыл полтора года назад. Обогреть свои две комнаты и кухню, говорит, ему не по карману. Если пенсия 1300, как его заплатить? Они дают ту субсидию, и с ней ничего не получается. Если полную цену платить, субсидия меньше на 60 гривен у меня. Выручает старенькая печка, установленная еще до газового котла. Дровами в ней пенсионер и топил всю зиму. Вышню срезал, видите? Где? Моно там и беру. Дрова тоже дорогие есть. Ну, за такую пенсию невозможно выжить, невозможно. И так в глубинке живут почти все. Газ заменили дровами. Дрова, если покупать, удовольствие тоже не из дешевых. Но все равно это выгоднее, чем газ. За полгода отопительного сезона он обошелся бы в 18 тысяч гривен. Просто выживаем. Я не знаю, на что-то влада смотрится. Чтобы хоть нас пожалели, чтобы нам легче было. Чтобы сняли, может, чтобы дешевше этот газ. А пока именно благодаря дорогому газу руководство НАК получает миллионные зарплаты. И даже меняет локацию. Нафтогаз съезжает из старого офиса на улице Богдана Хмельницкого на Майдан Незалежности. Об этом сообщается в условиях тендера, размещенного на Прозоро. Стоимость аренды у офиса 2 миллиона гривен. Или по новому, или по старому адресу. Но в Нафтогаз должны прийти детективы НАБУ, уверен нардеп Юрий Чижмарь. Он обвинил руководство компании в уклонении от налогов и доведении предприятий ТЭК до банкротства. Но в середине топительного сезона Нафтогаз неоднократно отказывался оформлять документы о поставках топлива коммунальным предприятиям. Чем нанес украинской экономике миллионные убытки. Справедливы ли эти обвинения, готов ли Нафтогаз к аудиту? На эти вопросы нам отвечать в компании отказалось. Елена Митясова, Ирина Дьяченко, Богдан Савруцкий, Даниэль Косаковский. Подробности недели в телеканал Интер.